МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в чем сексуальное предпочтение? Сексуальное предпочтение мужчины? Нет, просто не могу. Не можете сказать, это секрет. Это не секрет, Боже упаси. Предпочтение в еде, предпочтение в одежде, предпочтение еще в чем-то. Вот это то же самое, что сексуальное предпочтение мужчины. Они абсолютно всех разные. И вам никто о них не скажет. Они скажут не потому, что скрывают, они скажут потому, что эти сексуальные предпочтения идут очень часто на уровне какой-то эмпатии, на уровне эмоциональных ощущений. Их тяжело очень объяснить, описать словесно, вербально их описать очень тяжело, почти невозможно. Есть какие-то женщины, на которых вы не обращаете внимания, и они не достойны мужского внимания. Вот есть такие женщины? Какие они должны быть? Это что за женщины? Мне неинтересны женщины, которые как все. То есть, что такое как все? Как все? Ну, наверное, это, опять же, какая-то среднестатистическая такая картина, картинка женщины. Ну, опишите ее, это просто интересное, опишите. Опять, что церковь. Опять, что церковь. Прямо решите, что она такая страшненькая. Нет. Для меня страшно, что существует. Нет. Моя оценка все-таки идет женщина по ее внутреннему, конечно, состоянию. Для меня женщина неинтересна, но, наверное, банально звучит, как если не о чем поговорить. Все-таки поговорить в моем взрослете, это не обязательно диптиом. Она может быть абсолютно сумасшедшая. Мне это интересно. Когда женщина сумасшедшая, мне интересно. Она может быть с большими, наверное, она может быть с большими какими-то прибавахами. Она может сидеть и высасывать ее мозг полностью, чем. Мне это интересно. С ней есть о чем поговорить, с ней можно общаться на разные темы. Это один раз был у меня такой случай, но у меня рост метр восемь и шесть. Я почему говорю? Женщина, женщина, нет, это в контексте того, твой рассказ, который я хочу вам изложить. Женщина была ростом, наверное, метра шестьдесят. Мы с ней стояли в комнате. Мы стояли и о чем-то с ней беседовали. И я заметил, что я от нее постоянно пытаюсь отходить. Я обошел всю комнату. Она за мной передвигалась. Я от нее отходил. Казалось бы, по росту и по статусу в те времена, я не должен был от нее бегать. Я от нее уходил. Потом, когда я начал анализировать состояние, я понял, что он самый настоящий черный вампир. У меня была одна такая женщина. С ними очень тяжело, их надо уметь защищаться. Ну, бывают такие не очень редкие. Чувствия чувствовала? Ну, так у меня существует специальное образование. Я легко от этого могу как бы избавиться уйти. А так человек чувствует себя изможденным, истощенным. А скажите, как себя защитить от таких вот женщин или мужчин? У меня тоже неоднократно такие ситуации возникают. И я думаю, что умной бывает. Защита – это вещи чисто психологические. Это понятно. Может быть, представить себя в стакане или в каком-то скафандре. Если вам помогает, можете это к слову. Есть такой Антоний Михайлович Кашпиевский. Знаете, да я его нашел? Я с ним знаком лично. В 89-м году мы с ним были знакомы в Харькове. Мощнейший психотерапевт. Он сделал одну ошибку, что полез Маяка. Ну, это мое мнение, субъективное. Он всегда говорил фразу, которую я часто повторял и говорил своим пациентам и знакомым. Они мне говорили. Ты смотришь Кашпиевского? Я говорю, нет, не смотрю. Слушай, а скажи, вот сборок, что он делает? Помогает? Я всегда задал вопрос. Тебе помогает? Помогает. Значит, у нас шикарный специалист. Это интересно, да? Свои отношения? Да. То есть, если вы себя представляете в стакане, представляете себя защищенный. Представляете, опускаете перед собой занавес какой-то. Если вам это помогает от вампиров, вам это помогает, значит, только и все. Ну, лучше от них бежать. Бежать, что ли? Ну, не всегда получается защищение, поэтому иногда приходится с ними еще. Защититься от этих людей бывает подчас очень тяжело. То есть, что они обладают как-то, вы знаете, гипноз? Нет, это не гипноз. Нет, они обладают какими-то внутренними, такими эндрогетическими способностями, не притяжение. Притяжение – это когда, вот мы говорим об эмпатии, когда люди притягиваются и друг от друга что-то получают, они обладают именно моментом.